Ирину Большакову А также главного режиссёра театра Евгения Славутина Дорогие коллеги и дорогие друзья, дорогая Ирина Александровна, Евгений Мы очень рады, что сегодня юбилей 50-х лет возрождения студентского театра Московского университета Вообще 252 года тому назад возник студентский театр Императорского университета Первый спектакль «Новоприезжие» был поставлен театром в годовщине основания Московского университета Затем театр развивался, и он вообще приобретал общероссийское значение Вообще, Грязи и Вантли Бриз выросли и Большой, и Малый театр Правда, когда мы им это говорим, они так как-то не верят Хотя это так, Малый признал Но это факт И, конечно, в конце 50-х, 50 лет тому назад Ролан Быков возродил студентский театр Московского университета Он таким чудным образом придал ему новое современное дыхание И, собственно, с этого момента театр стал современным студентским театром Московского университета И те имена, которые с ним связаны, здесь о них, наверное, будет сказано И Марк Захаров, и Алла Демидова, и Ясавина, и другие Я, например, часто привожу пример, что вице-президент Академии наук, Академик Обчинников играл Маяковского в нашем театре Театр студентский шел своим путем Он очень устойчив, у него были трудные годы Начало 90-х Но вместе с тем театр выстоял Он даже дал рождение, начало новому театру, профессиональному, МОСТ И мы рады, что театр развивается Но театр это и студенты Московского университета Я вспоминаю 250-летие университета, три года назад Когда нам надо было на сцене Большого Кремлевского дворца Дать представление И, конечно, главную часть этого представления должны быть студенты И здесь я просто кланяюсь Студент с театром МГУ Они сделали это замечательное представление Замечательный спектакль Я думаю, ему равно Нет, я бываю на всех юбилеях университета и зарубежных, и наших Вот такого по качеству профессионализма представления я не видел И это сделали ребята из студентского театра МГУ Я поздравляю вас 50-летие в студентский театр Я думаю, что мы сделаем все, чтобы он развивался Был всегда театром Московского университета И, конечно, мы желаем ему полета Человеческих открытий Я хочу поблагодарить всех Наверное, в зале есть Те, кто трудился, играл Студент в театре Творил Во имя искусства Во имя жизни И во имя Московского университета Я хочу студент с театром МГУ На память о 50-летии Подарить вот такую вазу Евгений, держите С Московским университетом И, Ира, вот такая картина Это вообще серебро И это мост Он связывает маленький домик с открытым миром Театром Московского университета И последнее Ну, вместе с адресом Сразу после спектакля Мы на эту сцену Это адрес вам Выкатим огромный торт Для всех играющих сегодня на сцене От имени всех студентов Московского университета Поздравляем вас Мне бы хотелось В ответ сказать, что Знаете, самое чудесное высокое место в Москве Это Московский государственный университет Я в него пришел, когда мне было 13 лет В математический кружок И вот как только я туда попал Увидел этих чудесных студентов-математиков Которые рассказывали о математике так Как ни один Шекспир не может рассказать Аксфором Гамлете Вот Уйти оттуда уже было невозможно И жизнь была решена Вот Я рад за ребят Которые приходят в театр И должен сказать, что приходят в театр Действительно студенты Московского университета И вы их сегодня увидите на сцене И мы так построили вот Первую часть нашего представления Чтобы ребята могли сами рассказать О том, откуда они приехали Что они делали в этом театре И как Они относятся к театру К Московскому университету К самим себе К своим друзьям и так далее И думаю, что вот это вот счастье Которое они испытывают Учаясь в Московском университете И играя на сцене Этого легендарного театра Вот И передастся вам Вот Позвольте нам начать наше представление Спасибо, Владимир Анатольевич Большое спасибо Аплодисменты 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 Часто меня спрашивают, что послужило первым толчком к пробуждению моего творческого дара. Почему это вдруг я начал писать стихи? Как начинается спектакль «Счастливый неудачник» по повести Вадима Шехова? В этом спектакле мне посчастливилось сыграть мою первую главную роль. Роль поэта, который рассказывает о довоенном Ленинграде, о судьбе мальчишек и девчонок с Васильевского острова, о судьбе поколения, которое выиграло Великую Отечественную войну. В студенческий театр МГУ я пришел 8 лет назад, учащийся на первом курсе химического факультета. И тогда, 8 лет назад, я и не знал, что этот театр станет моей большой искренней любовью, что я буду жить этим театром, что этот театр, созданный 50 лет назад Роланом Антоновичем Быковым, станет моей судьбой. Время. Время. Время идет. Время идет. Время идет. Время идет. Время идет. И поискать должна же быть дверь, щелочка, незамеченный кривой проход туда. В тот день все закрыли, а щелочку-то засевались и оставили. АПЛОДИСМЕНТЫ Семьдесят пять лет, и зал встал. Сегодня разрешите сказать, я стою на русской сцене пятьдесят пять лет. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Как замечательно! Что был создан этот уникальный театр. Он до сих пор, несмотря на то, что ему пятьдесят лет, не утерял ни своей юности, ни своего задора, ни своего оптимизма и дерзости. Я в этот театр пришла, можно сказать, совершенно случайно. Я посмотрела спектакль «Непобедимая армада», и после спектакля просто вышла в фойе, пошла гулять. И вдруг навстречу мне летит седой человек и кричит «Люсенька, ты моя любимая актриса! Ты будешь у меня играть в Гекубу!» Боже мой, я профессиональная актриса. Да, я кончила Шукинское училище, работала во многих театрах, снялась в 23 фильмах. Но после такого предложения играть в Гекубу, конечно, я не могла отказаться. Я пришла. «Троянский вирус», который написал Витя Коркия. Замечательное произведение. К сожалению, он у нас еще пока почему-то не доделан. Возможно, доделаем мы его. Вот. Замечательное произведение. А сейчас у меня есть роль в спектакле «Книга судеб». Главная роль, где я играю, по рассказу Татьяны Долстой, милая Шура. Мне очень нравится быть в этом коллективе. Он задиристый. Он какой-то живой. Он не уделял духа студийности. Вот чего, к сожалению, в профессиональных театрах уходит. Уходит. А здесь он есть. Театр молод, жив. И я очень рада, что я нахожусь в этих стенах. Милый друг, есть радость, есть любовь, есть все, что будет вновь и вновь, хотя в других сердцах, не в наших. Но, милый брат, и я, и ты, мы только грезы красоты, мы только капли в вечных чашах не отцветающих цветов, не погибающих садов. Когда простых и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг, я лучарим цветным узором, земля и небо вспыхнивают вдруг. Веселье час и боль разлуки, почему делись с тобой всегда. давай пожмем друг другу руни, и в дальний путь на долгие годах. так близки, что слов не нужно, что повторять друг другу вновь, что наша нежность и наша дружба сильнее страсти, больше, чем любовь. Веселье час, Веселье час, придет к нам снова, вернешься ты и вот тогда. Тогда дадим друг другу слово, что будем вместе, вместе навсегда. Веселье час, в дальний разлуки, хочу делись с тобой всегда. Давай пожмем друг другу руки, и в дальний путь на долгие года. И в дальний путь на долгие года. И в дальний путь на долгие года. АПЛОДИСМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кузен! Роксана, вы меня узнали? Вы так давно ни строчки не писали. Я вам писал. Но письма не дошли. Вот мы и встретились случайно в тюлери. Я верю. Все равно я вас увижу снова. Я буду вам писать. Даю вам слово. Я родилась в Таганроге, в городе Чехово, Ироневске. И всю жизнь я мечтала поступить в Московский университет. А еще мечтала сыграть на сцене студенческого театра МГУ. Я тоже родился в Таганроге. Тоже мечтал поступить в Московский университет и попасть в легендарную труппу студенческого театра МГУ. И вот эти мечты сбылись. Я поступил в университет, был принят в труппу студенческого театра. И в этом году сыграл свою первую драматическую роль. Роль Сиранла. Удивительно, но мечты иногда сбываются. Я тоже поступила в университет. Была принята в труппу студенческого театра. И тоже в этом году сыграла свою первую драматическую роль. Роль Роксаны в спектакле Сиранла. И теперь мы знаем точно. Студенческий театр – это наша судьба. Это наше счастье. Театр – это наша любовь. Театр – это наша судьба. А умереть вдвойне. Я вас прошу. Снимите старый травм. Пусть он не будет травмом по мне. Пусть жизнь горит и дышит неустанно. Я вашим травмом ее не умолю. Я завещаю вам свою любовь. Роль Санна, я завещаю вам любовь свою. Любимая, поверь, И через сотни лет В заснеженной Москве Какой-нибудь студент В твоей возгрубленной Увидит образ твой. И я в его душе воскресну, Как живой. Любимая, Жизнь Пронеслась, как ветер. Твоя любовь Навек порука в том, Что я так счастлив был На этом свете, Как дай Мне Бог счастливым быть На том. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Наш театр Это аэропорт Аэропорт пяти океанов Вечного океана молодости Божественного океана музыки Океана звездного света И великого океана любви Пятый океан Это небо А небо Это сцена На которой Зажигаются Звезды Дамы и господа Над землей парить Над землей парить Идти по облакам И вдвоем с тобой Быстрее ветра Следом за мечтой Лететь по свету Странник Девнощик И звезды На руках Что нам нужно Для высокого полета? Взлетные полоса Которые гарантируют нам В полный улет Крылья Которые придают нам Чувство Окрыленности И любовь Конечно же Любовь Которая поднимает нас Над всеми облаками Житейских незгод И придает смысл Нашему полету Звезды 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 Мы Звезды Звезды Была Руслова Где Не надо Звезды Где Живет Любовь Где Ведя Проза Вдаться И Бел Своим Солн Сердца А Я Как Крылый Сон Рождеет Утром Я Смахну Крылом Одну Минуту И Скажу Любовь Светая Моему И Скажу Любовь Светая Моему О Барьер Барьер Параллельные миры, преодолея звуковой барьер повседневности и их божественной невесомости, поспорим над землей, чтобы увидеть небо в алмазах и свет солнца в конце туннеля! Параллельные миры, преодолея звуковой барьер повседневности и их божественной невесомости, я всю жизнь жду, а счастье кончается тогда, когда ты перестаешь его ждать. Если бы вы знали, какое это счастье, всю жизнь ждать любимого человека. Ну, а было это так. Познакомились мы с ним в Артеке, он был командиром у Звездочки, а я пионер вожатый. Ну, а потом родители увезли его от меня в Америку. Вот прямо здесь, из этого аэропорта, и увозили. Господи, как, как красиво, как красиво я его махала, когда он летал. Вот, да, чего-то, а, да-да-да, да, ну, проводила я его, и осталось стоять. Ну, стояла, стояла. Ну, а потом кто-то вот эту швабру дал, ну, чтоб без тела не стояла. Вот с тех пор уборщицей и работаю, и жду я его каждый день, и верю, что вернется. И жизнь у меня счастливая, потому что это счастье, каждый день ждать любимого со шваброй в руках. Таня, Юра, 25 лет назад мы встретились в театре, и, конечно, нам в голову не приходило, и даже в мыслих такого не было, что всю оставшуюся жизнь мы с Татьяной Гёртой будем играть на сцене этого театра. И что доживем мы до этого светлого дня, когда вся эта орава мальчишек и мальчишек будет с глубоким уважением и с нескрываемой тёплой улыбкой наконец-то называть нас старейшими актёрами студенческого театра. Ну, Юра, ты ещё узнаёшь меня! Я бы узнал тебя, даже если бы ты не сделала две операции по перемене пола. Господи! Да ты всё ещё такой же шутник, как и 25 лет назад! А ты, Татьяшка, такая же красавица! Да сними мне этот халат! Ну, господи! Вот эта красавица! Она тебе тоже никогда не понадобится, потому что в честь юбилея театра Славутин обещал купить тебе настоящий пылесос! Уважаемые пассажиры! Если вы потеряли багаж, ручную кладь, деньги, кошку, собаку, совесть, смысл жизни, музыкальный слух, чувство ритма, обручальное кольцо, кольцо всевластия, веру, надежду, любовь, обращайтесь в бюро находок нашего аэропорта, и мы вернём вам ваши утраченные иллюзии. Вечная любовь 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 Я уйти не смог, Прощай с нас всегда, Я уйти не смог, Дадишь, что когда убежишь вновь, Эту мою любовь, И дам я клятву вновь. Вечная любовь, Всесильная быть душной, Будь один, Слеза влечет вновь, И дам я клятву вновь, И дам я клятву вновь. Вечная любовь, Верны мы более, Но время зло для памяти моей, Чем больше дней, Глубже рада в ней. Все слова любые, Безумный крик сердец, Слова тревог, И слезы наконец, Безумный крик сердец, 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 В этот дом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok 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 Я закончил факультет почвоведения, театр стал моей жизнью, моей судьбой, моей любовью, хобби стало профессией. Я вас люблю, зрители, я люблю театр, я без него жить не могу и не буду. И вот закончить все вышепоказанное и сказанное я хотел бы словами Виктора Корки. Виктор Корки, театр, есть точка во вселенной, в которой слово, свет и звук преображаются и вдруг приобретают смысл мгновенный. Игра и музыка и смерть на фоне легких декораций, сон разума и гром оваций. И сцены призрачные твердь, здесь слово обретает звук. И плоть от плоти, боль от боли, король своей последней роли в магический вступает круг. На сцене, а не на крови, встает небесная громада, всепобеждающей любви непобедимая армада. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, разрешите мне выполнить почетное поручение правительству Москвы и Департамента культуры и огласить приветственные слова правительства. Аплодисменты И смогли не только доказать свою жизнеспособность, но и во весь голос заявить о себе взыскательной театральной публике. Театр МГУ стал явлением далеко выходящим за рамки студенческой студии. Вы по праву можете гордиться своими питомцами, вошедшими в плеяду самых громких имен современной культуры России. В разные годы в театре работали Есавина, Алла Денидова, Марк Захаров, Ролан Быков, Сергей Юткевич, Марк Разовский, Роман Виктюк. Именно вы дали путевку в жизнь Валдису Пельше, Алексею Бортневу, Ирине Багушевской, Максиму Галкину и многим-многим другим популярным ныне артистам. Студенческий театр МГУ во все времена своего существования был своеобразным оазисом культурной жизни Москвы. И сейчас он превратился в мощный творческий коллектив со своей неповторимой театральной школой, студиями современного танца и современной клоунады. Как это здорово, что здесь постоянно бурлит жизнь, молодая, передовая, высокодуховная. Поздравляя с замечательным юбилеем, желаю вам, дорогие друзья, здоровья, удачи во всех начинаниях, новых интересных премьер, долгих лет процветания и вечной молодости. Надеюсь, что следующий юбилей мы будем отмечать в новом благоустроенном доме, где нам всем будет уютно и комфортно. Первый заместитель мэра Москвы Людмила Швецова. Здесь еще приветствие департамента культуры, подписанное руководителем департамента Сергеем Худяковым, но я его зачитывать сейчас не буду, чтобы не занимать время. Я вручаю руководителя. И разрешите еще вручить персональные награды департамента культуры. Это две почетные грамоты департамента культуры города Москвы. За вклад развития культуры города Москвы наградить почетные грамоты департамента культуры города Москвы следующих работников Государственного учреждения культуры. Московский открытый студенческий театр. Ленешко Марианну Ивановну завестите и директор театра. За большой вклад в развитие культуры города Москвы награждается Славутина Анна Евгеньевна, артистка драмы Московского открытого студенческого театра. Студенческий театр МГУ всегда был центром культурной жизни столицы, всегда пользовался большой популярностью. И его исторический преемник Московский открытый студенческий театр, театр МОСТ, также пользуется любовью, любовью сегодняшнего зрителя, особенно нашей молодежи. Позвольте от всей души пожелать вам успехов, творческих успехов, а нам, зрителям, новых впечатлений и ярких театральных открытий. Юбилей! Спасибо большое. Обушеваетесь вам, говорит, партию и правительство за прекрасные добрые слова в наш адрес. Спасибо. Наше второе отделение. Мы отоградали первый акт. У вас буфет, у нас автор. Это мои стихи. Спасибо.